Референдум на Фолклендских островах по политическому статусу прошел 10 и 11 марта 2013 года. Он должен был показать желание жителей Фолклендских островов оставаться в качестве британской заморской территории в контексте призыва Аргентины по переговорам о суверенитете островов. В результате референдума при явке в 91% практически все избиратели проголосовали за сохранение за Фолклендами статуса заморской территории, Великобритании. Глава международной группы наблюдателей Брэд Смита заявил, что референдум был свободным и справедливым влезь явлением и проводился в соответствии с международными стандартами и законами. В случае если бы жители Фолклендов отвергли сохранение нынешнего политического статуса островов, то прошел бы еще один референдум по возможным альтернативам. Конечный вариант вопроса был сформулирован 21 ноября 2012 года. Вопрос на референдум был вынесен следующий вопрос. Do you wish the Falklent island is to return to your current political status as an aversis territory of the United Kingdom? Why is or no? Желаете ли вы, чтобы Фолклендские острова сохранили свой политический статус в качестве заморской территории Соединенного Королевства? Да или нет, история. Член законодательной ассамблеи Фолклендских островов Гэвин Шорт объявил 12 июня 2012 года о намерении островного правительства провести референдум. В начале 2013 года он заявил, мы тщательно продумали, как послать внешнему миру четкий сигнал, который бы выразил точку зрения народа Фолклендов ясным, демократическим и бесспорным образом. Поэтому мы решили, при полной поддержке британского правительства, провести референдум на Фолклендских островах, чтобы устранить любые возможные сомнения относительно наших желаний. Позиция Аргентины. Аргентинское правительство заявило, что результат референдума не повлияет на территориальные претензии Аргентины на острова. Председатель Сенатского комитета по иностранным делам Даниэль Фильмус сказал, что референдум не меняет позицию Аргентины.